Так, сегодня 14 июня, начало лета. Несколько слов о формировании крон. Конечно абрикосов. Дело в том, что вы видите абрикосы. Абсолютно здоровые. На них очень редко встречается дырочка в листике. Они выглядят нарядно. И самое главное, ради чего мы говорим, они все разные высоты. Вот такой высины, вот такой ширины коровой. Ой, все, отвлекся. Значит так, ранний пианиста. Почему он такой крон имеет? Очень удобно. Наверное, в ветреных местах лучше не придумать. Вот, почему он у меня такой получился? А давайте посмотрим. Видите? Я взял, это не верхушечные были ветки, а скелетные ветки. Вот, и вон одна. Вон вторая. Ну-ка еще заглянем туда. Вон третья. Вон вторая. Вон вторая. Вторая, вторая. Ага. Значит, срезу ветки на приливку. Я получил прекрасные ветки. Как правило, их три. Видите, вместо одной три. Вот тот, кто занимается дурной, глупой обрезкой абрикосов, не понимает, что... И не только абрикосов. Особенно абрикосов, груш, да кого угодно. Что они только загущают. Но здесь загущание сознательное. Во-первых, удержали рост, сдержали и получили прекрасные... Кстати, вот видите, как красиво смотрится. Ага, вот почему смотрится. Еще одна обрезка. Вот она. На формирование фактически кроны, но специальные кроны для того, чтобы мы имели много вот таких веточек. Вот уже метр, видите? А еще начало июня. Вот. Вот еще раз. Это четвертый или пятый, я вам показываю. Пенечек, вот он, видите? Вот сформировались прекрасные побеги, которые будут вам проданы. Раз. И... Для чего нужна родняя Мичурина? Ой, оговорился. Родняя пианиста. Да потому что не обязательно случается как можно раньше заморозки. В этом году рано, в другом поздно, в третьем посередине. Поэтому надо иметь сорта с родними сроками созревания и вызревания. Итак, мы получили... Они все одного возраста. Но посмотрите, какие разные. Итак, один край. Другой. Вроде бы такой же. Давайте отступим. Но... Он тоже привитый. Это поздний Филиппио. Смотрим внимательно. Вот эта половинка его... Ну, конечно, повыше, чем тот. Да, повыше. И уж, конечно, повыше вот этого академика. Вот, смотрим. Половинка снижена крона. Вторая половинка была не тронута. Почему так? А потому что на самой верхушке свели святые и у меня... Вон они, плотики. И мне никак не хотелось их это... Терять. А это я все-таки сделал это дело. Но как я сделал? Смотрите. Годом раньше я привил сливу венгерку. Теперь вы можете на нее полюбоваться. Вот. Уже и плоды. А это в прошлом году было. Вот. И она снизила крону. Вот видите. Вторая была бы вот такая же. Вот такая, вот такая, до неба. Нет. Вот эта прививка снизила крону у половины дерева. Отходим назад. Смотрим внимательно. Очень внимательно. Половинка. И вторая половинка. Вторая половинка два раза выше. Почти. Вот. И, наконец, дерево, которое я ничем не ограничивал. Вот. Смотрите внимательно. Вот. Ну, грешен. Вон там тоже есть ветки отрезал ради будущих прививок. Вот. И смотрим результат. Да, в этот году сильно ударили поздние заморозки. Посмотрите, как мало плодов. Ну, и вот тут вот десяток. Да, десятка. Три десятка. Четыре десятка. Ну, в общем, плодов здесь не больше полусотни. Но они шикарные. Посмотрите, какие. Они удлиненные. Да, как полагается иметь. Но большинство из них уже круглые. То есть это уже не академик, а крупноплодные железа. Но мы же говорим-то не об этом. Да, вот еще плоды. Я плохо разглядел. А их потом. Вот сколько их. Потом повылазят, как и черт из табакерки. Почему? Да потому что окрасятся. И станут не небольшими. Какими большими? Не, огромными. И тогда получается, что мы отвлеклись. Наша задача – это формирование кроны. Вот эту крону я не формировал. Мало того, что поздний Филиппев. Вон какой красавец. Метра 4-5 уже. Вон уже там 5. Да, почти 5. А здесь все 6-7. Вот. И не ограничивая его. Это, наверное, было сделано… Ну, и цвели, понимаете, не мог. Рука не поднялась. Когда я еще видел, вот-вот зацветут. Может было чик-чик-чик. И они вот тут вот так же бы расползлись. Вот так бы. Вот так бы расползлись. Видите, как компактная, удобная крона. Удобная, главное, для нас. А она, ну что, ну слаб человек. Вот ради вот этих вот прекрасных плодов рука не поднялась. Теперь головная боль. Он так и будет расти вверх, пока ему не надоест. Почему? Привидно манджурца. Манджурец – это дерево номер один. В природе до 30 метров. Представляете, какое будущее ждет. И эта рослость передается уже почти на генетическом уровне. Если манджурец может 20 метров вырастить, чихать ему, то почему привитый на него этот академик не должен расти так же. Вот с чего вдруг ветром надуло? Шутка. Итак, мы имеем три. Отойдем в сторонку. Мы имеем три варианта. Значит, формирование кроны. Компактный. Полукомпактный. Цели разные. Здесь привито, видите? Здесь привито. Слива, которая на испытании. Которая эта венгерка. Еще раз показать. А вон она. Вот. И. Третьего этажа нет. Это просто академик. Ё-ой. Как он вымахал. У меня есть фотография. Двухлетней давности. Это она уже. Он уже был огромный. Так и лезет. Сейчас сфотографирую и покажу на вебинаре. Сразу покажу. Два года. Что делают с абрикосом. Так. Ну и. Маленькая рекламная пауза. Последние. Орехи. Манджурские. Саженцы. Скромная цена. Там. 500 рублей. Налетай подешевело. Вот. Надо. Посылку засунет. Немного обрежет. Засунет посылку. Моя племянница. Мельникова. Юлия. И. С ней будете и дело иметь. Вот. Особый. Особый вид. Особый. Вот. Тут тебе и онкология. Тут тебе и сахарный диабет. Вот. Тут много чего еще. Там еще полсотни болезней. Другое дело, что он не пользуется спросом. Знаете, почему? Зашугали. Якобы. Унитают другие деревья. А у меня огромный. Манжурский орех. Составляет триединую конструкцию. Две груши. Самая урожайная во всей Сибири. Я смело говорю. По 40 ведер. Ну, не каждый год. Вот. Нарядный. Ефимова. Сварог. И третья сторона. Да, между ними 5-6 метров. И они и кроны сомкнулись. Вот этот Манжурский орех. И хоть бы хны. Никак не угнетает. И сам дает десятки ведер. И эти дает по 30-40 ведер. И все это одна конструкция. Фактически с общей кроны. Вот вам и это. Кто-то когда-то ляпнул 200 лет назад. И пошло-поехало. Караул вон его из сада. Вот. Вот и стоят уже. В прошлом году можно было продать. Ну, еще немного выкопать невозможно. Какие у них корни мощные. Ой. Ой. Бывало покрупнее. Просто мы их срезали. Не могли выкопать. Ну, все, друзья. Поговорили? Переходите к этим сливам. А в другой раз. Благодарю за внимание. Ай. Секундочку. А, нет. Уже все. Это уже жалко. Тимоша сейчас у меня деньги зарабатывал. Деньги зарабатывал. Деньги зарабатывал. Вот. И заработал. Он у меня. Что делал? Так. Он у меня. Перебирал косточки. Вот. Видите? Мелочь. И самое ценное. Вот. Сейчас случилось следующее. Почему я сегодня залез в погреб? Вот за этим вот. Смотрите. Видите? Здесь академики. Фаины. Вот. И королевские. Вот. Еще есть. Но уже приходится это. Еще доставать. Доставать. Ну вот еще не перебрана банка. Ну тут их мало. Совсем. А вот. Дело в чем. Только сегодня был звонок. Константинович. Ваши. Все наоборот. Лучше всего заморозки пережили. И начал. А потом снова заказал косточки. Ну догадайтесь. Академик. Значит. Дальше. Бай. Дальше. Королевский. Кажется. Серафим. Кажется. Фаина. И еще два сорта. Вот. Почему? Лучше всех. Вот все сенцы в виде 1-2 летних деревьев. Лучше всех перенесли зиму. Я ничего не напутал, а? Вот. Дальше. Назову фамилию. Сейчас сразу не вспомню. Но на вебинаре покажу. Вот. И эту запись покажу. Вот надо же так бывает. Вот. Самые роскошные. Стали. А у меня тут. Где-то рядом. Где-то рядом. Сейчас покажу. Ну. Ну. Не выдержало сердце. Штук 20 вырастил. Почти все. Даже не продавал. Даже раздал. Савениш раздал. Одному соседу. Второму. Кстати. Персики видите? Видите, да? Так. Ну. Про персики потом. Вот. Вот этот персик зиму перезимовал. Лежа. Вот. Страховка. А вот это вот. Красота какая. Вначале. На дикаря похож. На следующий год начинают укрупняться. Листики. Листики уже как полукультурные. Так. И внимание. Вот скажите, что это дикарь. Вот. Смотрите мне в глаза. И скажите, что это дикарь. Это даже новичок, который никогда не видел ни одного априкоса, скажет, ну, наверное, разница есть. Это и это. Значит. Эти, скажем, когда дойдут до плодоношения. Вот растут вот так два. Так и останутся на всю жизнь два расти. Почему? Ну, этот продам или подарю. Этот продам или подарю. А эти пересаживать поздно. Мешают уже полметра. И все равно мы будем сравнивать, сравнить и сравнивать. Почему? Потому что у них общий отец. Абрикос Академик. И еще раз посмотрим на абрикос Академик. Не на этот. Это тоже уже потомок. Полюбовались. Что-то я зря сказал, что там мало. Плодок. Ой, тут ведерко будет. Если все собрать. Все. Благодарю за внимание. Разговорился. Нечего мне с вами ляс уточить. Работать надо. Редактор субтитров А.Семкин